Всем привет-привет, любители Соника и Роблокса! С вами я, Смайли, и это очередной ролик по Соник Спид Симулятору. В первую очередь стоит упомянуть, что в данном новом обновлении разработчики разблокировали и немного изменили маленький кусок скейт-парка в Метал Сити. И это очень даже круто! Локация стала большая и теперь имеет много новых элементов. Но они зачем-то убрали Бига и Фроги! Нееееее! В данном обновлении запустили целых два события. Штормовой день и спасение животных. Начнем, наверное, с менее интересного для кого-то события, Stormy Day, в котором нужно выполнить пять заданий по порядку в скейт-парке Метал Сити. Собрать две тысячи хаос-орвов. За это задание дают хаверборд Type-S и Sonic Free Riders. Сделать 200 трюков на хаверборде. За это дают пять альбатрос-блюр-трейлов. Уничтожить 300 батников. За это задание дают нового персонажа и 10,000G, робота из серии игр Sonic Riders. Выглядит он очень хорошо, и я был действительно удивлен его появлению в этой игре. Анимации у него реально крутые. Теперь буду иногда за него играть. А вот двойного прыжка у него нет. Ждем теперь и остальные модели этого робота. Разработчики, пожалуйста, не добавляйте все вариации. В следующем задании нужно пройти сквозь 100 небесных колец с опытом. За это дают классический Type-S хаверборд из Sonic Riders. Ну и последнее задание. Нужно собрать 5000 металлолома в гонке Metal City. За это задание дают пета-пики. А вот за все выполненные задания дают нового персонажа Альбатроса Шторма и 2000 Красных Колец. Шторм тоже умеет делать двойной прыжок, как и некоторые другие райдерс-персонажи. Наконец-то команда вавилонцев теперь в сборе. Забавно, кстати, наблюдать на почти похожую анимацию Стойки Шторма и E-10,000G. Событие под названием Эми с Animal Rescue по сути дела старое. Но у старой версии события были не особо интересные задания. Сейчас же в данном событии нужно действительно найти суммарно 200 неуклюжих кроликов. Прямо как с Флики и Sonic 3D Blast. Чтобы взять кролика, нужно на хаверборде просто разбить данную капсулу. У себя в формальном инвентаре можно держать лишь 5 кроликов. Выглядит это, кстати, очень похоже на Sonic Adventure. А задания и награды этого события следующие. За 10 собранных Поки дают 2 петов Поки. Главное, не запутайтесь. За 30 Поки дают 5 Эми Блюр Трейлов. За 60 Поки дают остальных 3 петов Поки. За 120 Поки дают хаверборд Pink Rose из игры Sonic Freeriders. И за 200 собранных Поки дают Райдерс Эми и 2000 Красных Колец. По сути дела, Райдерс Эми довольно старый скин. Но так как события перезапустили, разработчики решили немного обновить модельку Эми, добавив очки. И мне даже нравится новая версия этого скина. Дизайн, кстати, взят из комиксов от IDW. Но шутка в том, что когда событие вышло, у меня почему-то была все равно старая моделька Райдерс Эми. А по итогу разработчики, оказывается, сделали по сути дела 2 разные Райдерс Эми. Зачем? Новая Райдерс Эми двойной прыжок умеет делать. А старая Райдерс Эми не умеет. Старая Райдерс Эми эпической редкости, а новая почему-то экзотической. После прохождения такого события можно и отдохнуть. Поесть челедогов и попить хаос-соду. Также рядом с этим событием, возле золотой статуи Джета, есть табличка, где говорится, что нужно найти 5 спрятанных по скейт-парку английские буквы... СОНИК! Уйди, СОНИК из СКУЛХАУС! Если найти все буквы, то в инвентаре разблокируется скейтборд, классик СОНИКА и СОНИК ЖЕНЕРЕЙШНС. Кстати, разработчики еще раз ставили по скейт-парку красные кольца. И в очередной раз фанат Великого СНА, то есть СОНИКС ФАН, сделал карту, где можно найти найденные им буквы имени СОНИКА и спрятанные по всей карте красные кольца. Пасхальное событие оставили еще на неделю и немного переместили в другое место Гринхилла. Кстати говоря, у Гоночный Крим, о которой я говорил в прошлом ролике по ССС, добавили дополнительный перк на ивент. В торговом автомате со стартовыми скоростными друзьями поменяли трех чао. Еще в целом в игре произошли некоторые изменения по курсу Красных Колец. Теперь стоимость открытия вот такого торгового автомата 10 Красных Колец. Раньше цена была 1 Красное Кольцо. Во вторане за каждые 5 минут дают не 1 Красное Кольцо, а сразу 10. Ну и в Адвенчире с заданиями персонажей теперь дают больше Красных Колец. И в обновлении добавили довольно важное изменение. Теперь в системе трейдов есть отчет, что, наверное, поможет уменьшить неловких и скамерских моментов. Как вам данное обновление, события и новые скины? Пишите в комментариях. Мне вот очень понравилось данное обновление за счет скинов. Как и всегда, отдельная благодарность всем платным подписчикам на платформе Бусти. Спасибо за просмотр. Не прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok